Яхтсмены из Санкт-Петербурга покоряют северные моря. Яхта Петр I компании «Русарк», занимающаяся научными и туристическими экспедициями, прибыла в порт Нарьенмара, чтобы отправиться дальше на архипелаг «Новая земля». Но для них это не край света. В копилке моряков и Арктика, и Антарктика. Мы пообщались с молодыми мореплавателями и попытались выяснить, чем же их так манят полюса. Границы только в нашей голове. Вот уже более 10 лет это доказывает команда компании «Русарк». А все началось с мирового рекорда, который ребята поставили, совершив первый в истории мореплавания кругосветный переход вокруг Арктики за один сезон и без помощи ледокола. «Русарк» родился 15 ноября 2010 года, когда мы вернулись с Арктики героями-полярниками. Надо было что-то делать дальше. Если ты уже сделал такой сложный проект, ты уже не имеешь права заниматься чем-то другим. И мы продолжили организовывать экспедиции в Арктику, в Антарктику. Где-то в среднем мы в год 30 экспедиций делаем. Четыре месяца лодки работают в Арктике, потом спускаются вниз в южное полушарие, четыре месяца делают экспедиции в Антарктиде. В таком вот круге мы и живем. Я по восемь месяцев лишь в году нахожусь в море». С тех пор полярные льды, айсберги и холодные океаны стали для ребят их стихией, а яхта – вторым домом. Здесь свои порядки, свои традиции и совершенно другой взгляд на вещи. Но люди остаются собой даже в открытом океане. Хотя и очень сложно представить, что жизнь на корабле может почти полностью походить на знакомый всем быт. Кухня на корабле называется «Камбус», и она отличается от несколько привычной вам домашней кухни тем, что здесь все должно быть более-менее подвержено качке. То есть если плита, то она должна раскачиваться. Если это раковина, то нужно уметь добывать воду из всех условий. То есть есть забортная вода, есть нафинальная вода. Если это холодильник или морозилка, они должны быть просто закреплены намертво, чтобы ничего не улетело. Александр любит собирать команду за одним столом, чтобы провести мастер-класс по лепке пельменей или пирожков. Это сближает, да и результатом довольны по итогу все. В открытом море он готовит суши, спойманные рыбы и другие ресторанные блюда. Не чужды мореплавателям и праздники. Есть целый набор бокалов, чтобы праздновать какие-нибудь важные события, такие как дни рождения или юбилеи или народные праздники. На эти случаи предполагается какое-то особенное меню? На эти у нас есть особое меню на многие праздники, даже включая Новый год. Даже рассматривая ситуации, что нужно готовить селедку под шубой где-то на другом конце мира. То есть всегда есть неприкосновенный запас каких-то продуктов, которые будут радовать экипаж. На Новый год ребята даже ставят елку. Точнее, подвешивают ее верх ногами, так как обычно в это время находятся в Антарктиде. В общем, все как дома. И это неспроста. Ведь несмотря на общепринятое мнение, женщина на корабле – это к уюту. Так считает экипаж судна «Петр Первый». Чуть больше года назад к ним присоединилась девушка. Сменить городскую квартиру на каюту успешный дизайнер по театральному костюму Наталья решила не раздумывая. С тех пор побывала в разных уголках мира. Даже прошла пролив Дрейка – самое штормовое место на планете. Это доступно, но с правильным капитаном. То есть с правильным капитаном, с правильной командой – это точно безопасно, это точно доступно и это точно надо пробовать делать. Потому что до того, как я сюда попала, я думала, что какие-то вещи, которые я в мире мечтала увидеть, я реально думала, что это невозможно. Пока я не познакомилась с Данилом, у которого границы расширены настолько, что я понимала, что возможно все. И не надо бояться мечтаний, надо делать, надо стремиться. И это здорово. Поддержали, казалось бы, отчаянное решение и близкие хрупкой девушки. Улыбаясь, она говорит нам, что если человек действительно всей душой чего-то хочет, его внутренний порыв не остановить ничем. Надо познавать планету, надо познавать мир, надо жить полной жизнью. И вообще видеть, что происходит, потому что в городах нам не видно, вообще не видно. А тут видно все. И видно и проблемы экологии, видно и про влияние человечества. А самое главное, что видно, что с этим можно делать и как это делать. Потому что из города этого не видно. То есть то, что мы видим через интернет, и то, что нам пытаются как-то рассказать, это лишь чья-то интерпретация. Я вот хочу увидеть это своими глазами и подумать на эту тему. Из Нарьинмара экипаж отправится в научную экспедицию на новую землю. Это совместный проект с учеными из Ботанического института имени Комарова. Их цель изучать мхи, лишайники, архипелага. Командор компании «Русарка» и капитан яхты Петр I Даниил Гаврилов старается таким образом помогать русской науке. А через год он хочет поставить новый мировой рекорд. Он отправится в одиночную биполярную экспедицию. В течение полугода Даниил будет один на один со стихией. Все это время его будет сопровождать поддержка берега. Это персональный круглосуточный береговой штаб, осуществляющий техническую, логистическую, метеорологическую и даже психологическую поддержку. Планирую в июле следующего года стартовать из Петербурга. Сначала обойду вокруг Арктики. Это два месяца должно меня занять. Потом за два месяца спущусь к мысу Горн. И там еще один сделаю кружок вокруг Антарктиды. И финиширую через шесть месяцев. Соответственно, где-то в феврале на мысе Горн. Яхта, на которой Даниил уйдет в кругосветку – Арктик Фьюри. Океанская Борзая, скорость которой свыше 30 морских узлов, а это более 55 км в час. Аналогов роботизации этой яхты в мире нет. Она самостоятельно найдет человека, оказавшегося за бортом. А в укреплении судна использованы материалы, которые применяют в космонавтике. Во время этой экспедиции Даниил планирует поставить сразу пять мировых рекордов. Жизнь моя испорчена с четырех лет морем. Как у него исполнилось 18, сразу стал капитаном. И с тех пор уже в этих командных должностях хожу. Другой жизни я не знаю.